В этом году организация договора коллективной безопасности исполняется 25 лет. Выгоды союзников России очевидны. Во-первых, это новейшее российское оружие по льготным ценам. Во-вторых, это подготовка офицеров и солдат в российских военных возрах. В-третьих, доступ к разведданным российской армии. И, наконец, противокосмическая противовоздушная оборона, которая считается тоже в основном силами Российской Федерации. А российское армия не только самое мощное ВДКБ, но и, как показала операция в Сирии, одна из самых эффективных в мире. Итак, выгоды наших союзников понятны. В чём выгоды России от членства ВДКБ? Россия кровно заинтересована в стабильности на постсоветском пространстве. И мы с вами знаем угрозы, которые складываются вокруг периметра наших границ. Наверняка об этом ещё зайдёт речь. Ну, сейчас не будем, допустим, говорить о западных рубежах, о востоке, Афганистан. И чем меньше угроз у нас с разных направлений для России, и чем эффективнее будут совместные действия, тем лучше. Ну и потом мы не должны забывать, что существуют современные угрозы, такие, для которых границы не имеют значения. Они трансграничные. Это терроризм, организованная преступность, наркотрафик. И эффективно бороться с этими угрозами, в том числе для нас, можно только объединяя усилия. Мы предлагали вынять усилия в глобальном масштабе. Вы знаете, я предлагал об этом и с трибуны Организации объединённых наций. Но, во всяком случае, в региональном разрезе, в региональном масштабе мы это делать можем. И, как показывает практика, делаем это достаточно эффективно. И, конечно, такая организация, как ОДКБ, себя, безусловно, оправдывает. В этом году у нас не только 25-летие договора, подписание договора новой 15-летия создания ОДКБ как организации. И это очень такие важные вехи, которые дают нам возможность посмотреть назад, оценить всё, что сделано в сфере безопасности, оценить критически, выносить какие-то коррективы, если нужно, как-то дополнительно согласовывать наши действия, укреплять нормативную базу. В общем, для нас, так же, как и для наших партнёров, я в этом глубоко убеждён, сотрудничество в сфере безопасности является одним из приоритетов, и оно выгодно для всех участниц ООО. Если составлять список угроз для безопасности стран ОДКБ, как бы он выглядел? Ну, это, прежде всего, терроризм, экстремизм разных мастей. Я уже сказал, это наркотрафик, трансграничная преступность. Ну, и, конечно, нельзя забывать о более глобальных угрозах. Мы знаем различные теории, которые так или иначе осуществляются в разных регионах мира, приводят к серьёзной дестабилизации в этих регионах. Разумеется, ничего такого допустить не должны, и будем всячески стараться в соответствующем образом вести себя в России и всячески поддерживать наших партнёров ОДКБ. По мере успеха в борьбе с исламским государством, запрещенным в России и в странах СНГ, нельзя забывать о другом фронте борьбы с террором – это Афганистан. То есть там с каждым днём мы наблюдаем, как талибы и другие радикальные исламисты подходят всё ближе к границам государства СНГ. Как Вы оцените усилия ОДКБ в этом направлении? Это очень опасное направление для всех нас. И мы знаем уже примеры, очень трагические примеры, когда с территории Афганистана осуществлялся прорыв боевиков. Я уже не говорю сейчас об наркотрафике, об инфильтрации отдельных преступных элементов, но мы знаем примеры прорыва крупных бандформирований. Вот на территорию Киргизии, например, было такое несколько лет назад, когда приходилось применять вооружённые силы для борьбы с этими бандформированиями. Мы прекрасно отдаём себе отчёт в том, насколько это опасно для нашей страны, для Российской Федерации. Не случайно в Таджикистане развернуто и функционирует 201-я наша военная база. Это важный элемент стабильности в регионе. Поэтому первая угроза – это, конечно, угроза терроризма. Она со стороны Афганистана очень серьёзна. Но что касается талибов, вы знаете, многие государства мира так или иначе в контакте с этой организацией. Конечно, там много очень радикальных элементов, но мы всегда, так же, как и наши партнёры, в том числе, кстати говоря, и представители Организации Объединённых Наций, исходим из того, что необходимо выстраивать отношения с любыми силами в Афганистане, исходя из минимум трёх принципов – это признание к институции Афганистана, разоружение и достижение полного национального согласия. Мы очень рассчитываем на то, что нам никогда не придётся использовать наши вооружённые силы, в том числе и наше подразделение 201-й базы в Таджикистане. Это одно из тревожных направлений, безусловно, таджикиско-афганская граница, имея в виду, что она очень протяжённая, это свыше 1000 километров, 1300 километров. И исходим из того, что мы, помогая законному правительству Афганистана, вместе с другими участниками этого процесса урегулирования в Афганистане, в конечном итоге всё-таки добьёмся примирения и вывода Афганистана на путь мирного решения всех внутренних проблем и развития. Но Афганистан – это ещё и транзит наркотиков, о которых мы упомянули, да? То есть наркотики – это одна из таких пищевых баз терроризма, если можно так выразиться. Так и есть. К сожалению, объём наркотрафика увеличивается, объём производимого продукта, если его можно так назвать, именно наркотиков тоже увеличивается. Одна треть территории Афганистана, сельских территорий Афганистана, сегодня находится под контролем талибов. Мы смотрим всё больше и больше силам так называемой международной коалиции, в основном это американские войска, приходится принимать участие в различных боевых действиях. Слышим даже о планах полномасштабного возврата американского военного контингента в Афганистан. Всё это связано со сложными процессами, которые происходят в этой стране. Вообще безопасность ОДКБ как военно-политического союза невозможна без эффективной охраны границ. Как Вы оцениваете действия ОДКБ по защите внешнего периметра наших стран? Это очень важное направление работы. Этот вопрос прямо вытекает из того, что Вы спросили перед этим. Конечно, это очень важное направление. Мы укрепляем это взаимодействие. По инициативе Киргизии в прошлом году были приняты соответствующие решения, которые интенсифицируют работу по этому направлению. Мы проводим постоянные совместные учения. И наши пограничные службы, специальные службы, они не просто находятся в контакте, они постоянно взаимодействуют, обмениваются информацией. Создается соответствующий банк данных и достаточно активно используется в совместной практической работе. Всё, что происходит по линии ОДКБ, это имеет выход на практику в самом прямом смысле этого слова. Это ежедневная совместная работа. Ну а что касается непосредственно пограничных служб, пограничных войск, то мы не просто сотрудничаем с нашими коллегами, мы помогаем им и вооружением, специальной техникой, подготовкой кадров. В рядах запрещенного исламского государства тысячи выходцев из стран СНГ. Когда-нибудь победа над ИГИЛ настанет, и вот они вернутся на родину и будут создавать здесь новые террористические ячейки. Как работает ОДКБ в этом направлении? Во-первых, нам нужно добиться ещё этой победы. Чтобы её добиться, мы должны объединять усилия не только в рамках ОДКБ, но и в более широкой коалиции международной. Иначе успех вряд ли возможен. Что касается того, как вы сформулировали вопрос, очень бы хотелось, чтобы, если эта победа состоится, чтобы она состоялась таким образом, чтобы в наши страны уже никто не смог вернуться. Именно эту цель преследует наш контингент в Сирии. Наши военнослужащие, группировка наша, которая воюет с международными террористами на другой территории, не на российской, именно для того, чтобы сюда никто не смог вернуться. И если такое иногда происходит, то это лишний раз говорит о том, что мы сделали правильный выбор. Мы должны сделать всё, чтобы возврат этот минимизировать. Это во-первых. Во-вторых, действительно, вы правы, там по разным подсчётам примерно 20 тысяч иностранных боевиков воюют в Сирии. Из них почти 10 из стран СНГ. И, ну, где-то тысяч 9 по разным подсчётам. Чуть меньше половины из России. Тысяч пять примерно из стран Центральной Азии. В основном это, кстати, ОДКБ. Поэтому угроза очень большая. Она реальная. Мы знаем её, понимаем масштаб этой угрозы и должны всё сделать для того, чтобы минимизировать её. Над этим работаем. Глава государств, ОДКБ приняли решение о создании коллективных сил оперативного реагирования, КСОР. Расскажите, пожалуйста, при создании КСОР учитывался ли опыт применения сил специальных операций российской армии, которая достаточно эффективно себя показала в том числе и на Северном Кавказе, и в Сирии? Силы специальных операций заработали так, как они сейчас себя проявляют буквально в течение последнего года, то есть после создания КСОР. Хотя КСОР создавался из достаточно хорошо подготовленных подразделений, но всё-таки силы специальных операций российской армии – это новая страница в жизни российской силовой составляющей. И это такие подразделения, которых, я могу сказать, это совершенно ответственно у нас пока никогда раньше не было, даже в советские времена. Это очень высокие профессионалы, хорошо оснащённые и эффективно работающие в очень сложных условиях. Это люди очень хорошо мотивированные и в высшей степени профессиональные. И, конечно, я знаю, что и как они делают. Это патриоты своей страны. Вы знаете, мы, конечно, будем делать всё для того, чтобы и объединённые силы наших КСОР, о которых Вы упомянули, они имели возможность не только знакомиться с новейшими методиками и пользоваться специальными средствами, которыми работают наши силы специальных операций. Мы, конечно, будем делиться этим, будем этот опыт распространять и на наших союзников по организации коллективной безопасности. ОДКБ часто сравнивают с другим военно-политическим блоком, с НАТО. В чём сходство, а в чём отличие? И, например, почему, скажем, тот же ОДКБ не выступает с политическими заявлениями, как НАТО? И как, по-вашему, должны реагировать ОДКБ, как организация, на значительное и, я бы сказал, демонстративное усиление контингента НАТО вдоль границ России и наших союзников? Ну, НАТО создавалось в условиях холодной войны, противоборство двух блоков. Теперь такой ситуации нет. Нет никакого разделения по идеологическому признаку между государствами и в Европе в том числе. Но вот эти родимые пятна холодной войны, они на НАТО очень заметны. Эта организация продолжает жить в парадигме вот этого блокового противостояния. И действительно, она очень идеологизирована. Несмотря на различные заявления о том, что она должна трансформироваться в современных условиях, мы много слышали таких заявлений, всё-таки реальной какой-то трансформации мы не видим. ОДКБ создавалось уже в новых условиях, ими для оккупирования современных угроз. И я их перечислил по степени важности. Терроризм, экстремизм, наркотрафик, трансграничная преступность. Поэтому, может быть, у нас и нет прямых совместных чисто политических или политизированных заявлений, что ли. У нас и решения принимаются не консенсусом, причём это не формально, а по сути так. Именно по сути консенсусом. У нас абсолютно другая атмосфера в организации. Ну вот, смотрите, сейчас совсем недавно мы были свидетелями нанесения ракетных ударов по Сирии Соединёнными Штатами. Ну и как отреагировали союзники по НАТО? Все кивают, как китайские болванчики, не анализируя ничего, что происходит. Где доказательства применения Сирии сирийскими войсками химического оружия? Их нет. А нарушения международного права есть? Это очевидный факт. Без санкции Совета безопасности ООН наносится удар по суверенной стороне. И несмотря на это явные нарушения международного права, все согласно принимают и начинают кивать и поддерживать. Я вот недавно говорил, вы, наверное, видели на встрече с итальянским коллегой. Так было и в 2003 году, когда был использован надуманный совершенно предлог для ввода войск «Страна разрушена». Кстати говоря, именно после этого начался бурный рост террористических различных организаций, движений. Возникла ИГИЛ, та же самая организация, другие террористические организации. Все это знают, все это понимают. Но опять наступают на те же самые грабли. Вот так функционирует НАТО. Но ДКБ так не работает. Мы стараемся, как я уже сказал, возникнув в совершенно других, новых реалиях, прежде всего, концентрировать свои усилия на реальных угрозах, на совместной борьбе с этими реальными угрозами. Но, тем не менее, мы не можем проходить мимо вещей такого глобального характера, которые создают угрозу всему миру. Например, мы говорили неоднократно о своем неприятии развертывания систем противоракетной обороны, размещения оружия в космосе и так далее. То есть, по таким фундаментальным глобальным вопросам мы считаем возможным сформулировать свой общий подход, и мы это делаем. После встречи с итальянским президентом вы сказали, что не исключено, что атака на сирийский город Идлиб, химическая атака, которая послужила поводом для ракетного дара США по сирийской вайбазе, была провокацией боевиков ИГИЛ. И вот что те же самые ИГИЛовцы готовят еще одну провокацию с применением химического оружия под Дамаском. Получается так, что американцы фактически своими действиями помогают боевикам ИГИЛ, с которыми они, по идее, должны бороться. Правильно я понимаю? Ну, по-моему, я не говорил, что это была провокация со стороны ИГИЛ. Я говорил, что это была провокация, но кем она была организована, я не сказал. Возможны разные варианты, но для того, чтобы дать окончательный ответ, нужно тщательно расследовать это событие. И другого пути нет. Именно это мы и предлагаем сделать. Причем все хорошо знают, всем хорошо известно, что по нашей инициативе и по инициативе Соединенных Штатов мы провели большую работу по ликвидации химического оружия, которое было у сирийских властей. И они всю свою работу исполнили, все свои обязательства выполнили. Насколько нам известно, это подтверждено соответствующей специализированной организацией ООН. Вот если какие-то сомнения возникли, можно провести эту проверку. И вы знаете, ведь это нетрудно сделать. С помощью современной техники, современных систем анализа, анализаторов, если кто-то из официальных властей применял, то так называемые хвосты, остатки порошка на технике, на территории, они не могут не остаться. Современная техника их точно зафиксирует. Но чего проще, приехать на тот же аэродром, по которому наносились удары, и якобы с которого стартовали самолеты с химическим оружием, и всё там проверить. Если наши партнёры говорят нам о том, что под удар сирийской авиации попали какие-то мирные граждане, тогда пусть эти мирные граждане допустят на места этих атак наблюдателей ООН, международных организаций. И там надо всё проверить. Здесь, возможно, несколько версий. Две из них, я считаю, основными. Первое – это то, что сирийская авиация попала в подпольный цех по производству боевых отравляющих веществ. А это вполне возможно, поскольку боевики неоднократно применяли, и с этим никто не спорит, в том числе, кстати говоря, и в Ираке применяли против международной коалиции и иракской армии. Ну, просто это зафиксировали, но никто этого старается не замечать. Никто ведь не раздувает там шума по этому вопросу. Хотя все согласились с тем, что боевики применяли. Значит, у них есть. А если есть там, то почему не может быть в Сирии? Это же одна банда. Значит, это первая версия. А вторая версия – это просто постановка. То есть провокация. И специально сделана для того, чтобы раздуть шумеху и создать предпосылки, предлог для дополнительного давления на законные сирийские власти. Вот и всё. И это подлежит проверке. И без проверки мы не считаем возможным предпринять какие-либо шаги, направленные против официальных сирийских властей. Было ли это решение Дональда Трампа для вас неожиданностью? Да, это было, конечно, полной неожиданностью. Но если не считать того, что за несколько часов до этого события, мы об этом узнали. Можно ли говорить сейчас, что российско-американские отношения деградировали ещё ниже, чем они были? Ну или проще говоря, что отношения при Дональде Трампе спустя три месяца после его президентства стали ещё хуже, чем при предыдущем президентстве? А можно сказать, что уровень доверия на рабочем уровне, особенно на военном уровне, он не стал лучше, а скорее всего деградировал? Вернёмся к теме СНГ. Мы всё-таки телерадиокомпания СНГ. И говоря о теме безопасности, невозможно забыть трагедию 3 апреля в Санкт-Петербурге. Террорист-одиночка, который взорвал бомбу в петербургское метро, был хоть и гражданин России, но он этнический узбек. Он родился в Орше, в Киргизии и приехал сюда, в Россию. После этого сразу многие в России заговорили о том, что необходимо полностью прекратить трудовую миграцию из постсоветских стран и отменить безвизовый режим. Как Вы относитесь к подобной идее, которая вызывает серьёзную беспокойность в наших странах-союзниках? Во-первых, я понимаю обеспокоенность наших граждан. Мы фиксируем много достаточно событий, которые воспринимаем как угрозу для национальной безопасности, исходящую из боевиков, инфильтрация, которая происходит через республики бывшего Советского Союза. Это касается не только Средней Азии, но и других республик. Часть из них прибывает, кстати говоря, из-за рубежа. Современный мир так устроен, что полностью прекратить миграцию невозможно. Это касается не только России, это касается практически всех стран. Вопрос в том, чтобы наладить жёсткий контроль за этими миграционными потоками. Это первое. Второе. Подавляющее большинство людей, которые приезжают в Россию, всё-таки они приезжают работать, помочь своим семьям. И создание, скажем, такой организации, как Евразийский экономический союз, предполагает свободное движение рабочей силы, капиталов, услуг, товаров. И это, безусловно, является огромным преимуществом для развития всех наших стран. Именно огромным преимуществом. А современный мир устроен таким образом, ещё раз хочу это подчеркнуть, что успех или неуспех в сфере экономики решает судьбу целых регионов. Поэтому это ключевой вопрос нашей жизни и нашего будущего. Успех в сфере экономики. Он и невозможен без интеграции. Так устроен современный мир. Поэтому взять просто так что-то включить или что-то выключить, ну, просто по объективным обстоятельствам невозможно. Спецслужбы просто должны работать лучше, эффективнее. И если мы говорим о экономических процессах, о процессах, то мы не должны забывать о нашем сотрудничестве в области безопасности. Вот для этого создавалось и ОДКБ. Вы сказали о решении Назарбаева лишать гражданства граждан Казахстана, которые причастны были к преступной деятельности ИГИЛ. Мы в соответствии с Российской Конституцией лишать никого гражданства не можем. Но мы можем отменять соответствующие решения, которые послужили основанием для получения российского гражданства. Мы проведем консультации с нашими юристами. Я думаю, что такие решения будут приняты в самое ближайшее время. Мы рассказали сами о другом интеграционном проекте, в который входит почти все страны ОДКБ. ОДКБ, это Евразийский экономический союз, он начал свою работу, начал сложно, начал непросто. И во многих государствах, которые туда входят, связывают все проблемы роста, почти все проблемы роста Евразес, именно с теми трудностями, которые столкнулась экономика России после санкций. Они говорят так, вот поэтому из-за санкций Запада после событий на Украине экономика России припала и придавила нас. Поэтому мы не смогли показать гражданам очевидное преимущество объединения рынка, капиталов, труда и рабочей силы. Вот как вы относитесь к этой точке зрения? Это не соответствует действительности абсолютно, потому что, откровенно говоря, санкции здесь ни при чём. Если они сыграли какую-то роль, то она минимальна. А вот что серьёзно, это изменение конъюнктуры на мировых рынках. И это повлияло, конечно, на российскую экономику, но эта конъюнктура негативная повлияла и на экономику наших партнёров. Причём повлияла напрямую. Не через нас, а напрямую. Есть, конечно, и зависимость, наша взаимозависимость, в том числе и зависимость наших стран-партнёров от нашей экономики. Но, кстати говоря, и наши от них тоже. Но, что совершенно очевидно, это очевидно преимущества, которые дают эти интеграционные процессы, если их правильно направлять. А мы, я считаю, действуем очень аккуратно и экономически очень сбалансированно. Мы не забегаем вперёд, так как, например, в некоторых странах Евросоюза ввели общую валюту, ещё принимали всяких решений. А потом выяснилось, что экономики некоторых стран без собственной валюты, если не то, что они могут жить, но им жить очень сложно, привязавшись к достаточно сильному евро. Они не могут воспользоваться инструментами монетарной политики для того, чтобы ослабить национальную валюту, как-то сманеврировать в этом плане и так далее. Вот если посмотреть, скажем, на такие страны, как Тиргизия или Армения, которые позже присоединились к Евразийскому союзу, совершенно очевидно преимущество. У них объёмы торговли с нами резко увеличились. Для Тиргизии вообще, по-моему, два с половиной раза. Для Армении по сельхозпродуктам то ли в шесть, то ли в восемь раз. Да, да, да. А по, скажем, Армении на 80% объёмы увеличились торговли. Поэтому это, во-первых. Во-вторых, в стоимоосновом выражения. Там могут быть какие-то цифры, которые вызывают озабоченности. Но это связано с курсовой разницей. А физические объёмы, они не только не сократились, но и увеличиваются. И есть ещё одно обстоятельство, которое я считаю чрезвычайно важным. У нас облагораживает структура нашей торговли. Уменьшается объём в наших взаимных торговых операциях минерального сырья, минеральных товаров. Увеличивается количество машиноборудования и высокотехнологичных услуг, и финансовых услуг. Это чрезвычайно важно. И это говорит о том, что наше интеграционное объединение и инструменты, которые мы создаём, помогают улучшать структуру наших экономик. А это вообще основной путь и основная цель нашего развития – высокотехнологичная экономика с хорошо оплачиваемыми рабочими местами. У нас СНГ – это территория без визовых барьеров, ОДКБ – это общая безопасность, Еврозес – это общий рынок труда, капиталов и рабочей силы. В нашем государстве телерадиокомпании МИР – это единое информационное пространство СНГ. Что могли бы пожелать телезрителям в наших странах в заключении нашего интервью? Всё самое простое, но самое нужное – счастье, здоровье, благополучие. И поскольку мы говорим о нашей организации, которая призвана обеспечить мир, безопасность, как раз мира и уверенности в том, что этот мир надёжно будет обеспечен нашими вооружёнными силами и нашими общими усилиями, направленными на поддержание этого мира. – Владимир Владимирович, спасибо большое за это интервью. – Спасибо. – Благодарю вас. – Герои – – Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok